Из Ярымчево-Мукачево мы доехали на автобусе. Расстояние 228 километров, но добирались мы около 8 часов, что было большим испытанием для моего мужа. В Закарпатские дороги это, конечно, что-то страшное. Как и в России, в Закарпатской области осталось две биты – дороги и интернет. Мукачево – районный центр Закарпатской области. Кстати, право называться городом он получил еще в XIV веке от Венгерской королевы. Центр Мукачево – пешеходный. Создан в традиционном западном стиле. Ратуша, кафешки, магазинчики. Мукачевский замок Паланок и родовое гнездо трансильванских князей возводился в несколько этапов в XI и XIV веке. Внешние линии обороны включали ров, вал и частокол – Паланок, который дал название всему замку. Двор Паланок мне напомнил фильм «Три мушкетеров», в котором снимался Боярский в роли Д'Артаньяна. Но, как мы знаем, фильм снимался во Львове. Замок Паланок – центр венгерского сопротивления австрийцам. Ужгород, столица Закарпатья, с историей более тысячи лет. Его называют «Окном в Европу». Из Мукачева в Ужгород мы приехали на маршрутке, преодолев расстояние 43 километра. Попали в дождик. Поэтому немного погуляли по центру, посетили в Кавшешке и посетили Ужгородский замок. Упоминание о замке относится к IX веку, как крепость была построена позже венгерским королевством. После реконструкции в 1312 году замок никогда не был взят штурмом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы также посетили Закарпатский музей народной архитектуры и быта. Присмотрели там себе домики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok